Какое было социальное устройство в нашей прямой войне Арктической империи? Города, деревни, домашние скоты, деньги и так далее. Вы знаете, я еще пока деталей не объяснил, потому что я могу только предполагать, но я не люблю говорить о том, что я не убежден сам 100%. Зачем предположение, когда нужно точно быть уверен в том, что... Поэтому я не могу сказать сейчас точно, что как было, потому что эти нюансы я не выяснял, но могу сказать следующее, по крайней мере, что мне приходилось с самого начала, по крайней мере, на других планетах, многих, поднятия денег не существует. И мне пришлось, когда были первые, так сказать, взаимодействия, пришлось довольно-таки долго объяснять, что такое деньги, чтобы тем, кому объяснил, понял, что для них это не понятие, не существует. То, что в наших предках было, я не думаю, что были, естественно, правильные эквиваленты труда и так далее, но как именно было, я пока еще не выяснял, потому что, к сожалению, пока... Понимаете, для того, чтобы отвечать конкретно, нужно иметь доказательства, потому что если не будет доказательства, то будут просто голословные утверждения, даже если пойти и посмотреть, скажем, что возможно, то потом скажут, а вот, это ты сам придумал и так далее. Поэтому я стараюсь такие вещи не делать, а только говорю о том, что я убежден 100%, имея на то основательные доказательства. Ну, это любопытный вопрос, но, к сожалению, пока... Ну, думаю, что социальное устройство у них было весьма справедливо. Во-первых, могу сказать, что по проводу больше знаю, что на других планетах происходит, чем на наших, в то время происходило. Но, по крайней мере, в цивилизации, которая существует, там существует иерархия. Там, так сказать, вы же понимаете, что демократия в том плане, как она существует, это бред всего кобыла. Мое мнение такое. Что к демократии? Все приняли решение, а кто отвечает? Никто. Понимаете? И в советские времена было, и во все... Я 15 лет проживших штатов, поэтому видел мир с двух сторон. Не с одной стороны, а и с противоположной стороны. То есть, поэтому имел полную картину. Все это придумано для дурачивания народа. Потому что, когда вот все коллективно принимают решения, и оказывается, никто не отвечает. Все приняли угробие что-то. А кто отвечает? Кто-то ответил за какие-то нереализованные проекты, которые принимались решения, и так далее. Кто-то отвечал? Скажите. Вы видели кого-то? Нет. Так вот, на других планетах такого не существует. Там существует иерархия. Каждый, в зависимости от своего уровня развития, занимает то или иное место. И это значит, что вечное и так далее. Там нет такого, что вот... Если ты продлился вперед, ты продлился. Ну, реально продлился. Там ни взятки, ни блат не помогут. Как купил место министра, стал министром, да? А от этого в голове твоей не добавилось. Ты уровня понимания, что должен быть у министра, от этого не появился. Из-за того, что ты вытащил из своего кармана несколько миллионов долларов и всунул взятку, кому нужно, да? Так вот, там такого нет и не может быть принципиально. Потому что каждое разумное существо занимает свое положение в иерархии, соответственно своим уровнем развития. Если существо продлинулось, человек продлинулся, не обязательно человек, но существо разумное, то оно занимает положение выше. Но там иерархия подразумевает ответственность. То есть ты занимаешь какое-то положение, и ты отвечаешь по полной катушке за все, что происходит, за то, что ты отвечаешь. И если что-то не так идет, спрашивают не с толпы, которые якобы все принимали, а конкретно с того, кто это отвечает. И наказывают по полной катушке. Так что мало не покажется. Поэтому я считаю, вот это правильная система, не так ли? Когда тот, кто принимает решение, должен нести ответственность за то решение, которое принято, и отвечает за тех, кто ему стоит иерархически ниже его, и за кого он отвечает. И он отвечает своей шкурой, извините, не чужой, а вот своей. Плоть до раскрутки до нуля, если нарушение серьезное. И об этом, даже вот если вы почитаете, опять-таки, в втором томе, я уже приводил примеры, расписывал, что описано в Ведах, что там наказаны были иерархии Атлантиды, помните, Атландии? Четыре были уничтожены полностью. То есть уничтожены, раскручены за то, что они, имея свое положение, использовали неправильно. А другие девять были наказаны серьезно. Их отобрали, там, понятие желзы отобрали. То есть жел силы, власти. То есть отобрали, лишились силы. То есть наказали, эволюционно понизили. То есть из единицы мы сделали лейтенантами, скажем так. Но реальное наказание было, понимаете? Вот такая система, считай, справедливая. Потому что каждая несущая, каждый человек, занимающий свое положение, в социальной иерархии должна быть, без нее, к сожалению, не может быть, невозможно. Но каждое звено этой иерархии, человек, если мы говорим о земле, должен отвечать за то, что он отвечает под собой. Есть какая-то зона ответственности? Полную катушку спрашивать с него. Есть объективные причины, правильных, которые человек независящий. Если они есть, их нужно учитывать и дорабатывать. А если объективные причины нет, пук, и готово. И только так нужно действовать с моего точки зрения. Следующий вопрос.